Икона Икона – посредник между миром божественным и земным. Под иконой, в узком смысле слова, понимается станковое самостоятельное произведение. Этим она отличается от других форм церковной живописи. Иконопись – многовековое искусство, таинство, в которое посвящены немногие. Как пишется икона, нам сегодня расскажет Екатерина Ильинская, художник-живописец из Москвы. Я советский человек, я родилась в России, когда это было советское государство. И как все дети ходила в детский сад, в школу, родители моей физики работали на закрытом предприятии. И как бы Вера тогда, не то, что она не приветствовалась, ее просто не было. Никто об этом ничего не знал. Поэтому, когда я пришла к Вере, это была что-то такая сенсация для моих домашних. Все были очень напуганы. А для меня это было такое открытие, потому что всех воспитывали в определенной системе коммунистических ценностей. А здесь вот открылся целый мир, мир духовный. По образованию я художник, я окончила университет имени Крупской. И, собственно, после того, как я окрестилась, пришла к Вере, мне всегда хотелось заниматься иконописью, написанием икон. Но тогда, к сожалению, это было очень большой редкостью. Но, тем не менее, Господь меня привел, и, в общем, так сложилось, что я смогла обучиться. Иконопись – это такая традиция, которая передается от мастера к мастеру. И, ну, мастер один вот мне рассказал секреты. Сейчас вот мастера работают так же, как и в древности мастера работали на доске. Доска берется деревянная, дальше она левкасится. Левкас – это такое тончайшее покрытие, тончайшее, в смысле, по структуре, по своей, очень мелкодисперсное, белейшего цвета. Это покрывается левкасом, и сверху уже пишется икона. То есть вот деревянная доска с этим покрытием, она напоминает как бы стену храма. И каждая икона – это как кусочек от храма, то есть кусочек райского божественного мира, как вот храм, как бы опущенное небо на землю. Так же вот и икона, пришедшая в дом, она приносит этот цвет, мир, добро, вечность. Иконопись насчитывает многовековую историю. Вместе с христианством на Русь пришла из Византии и иконопись. Имела она явно греческие корни. Только после свержения монголо-татарского ига появился русский стиль письма. Начало 15-го столетия связано с именем величайшего иконописца, затем причисленного к лику святых Андрея Рублева. Его троица признана непревзойденным мировым шедевром. Работа над иконой начинается с молитвы. С молитвы человек должен сосредоточиться, отдать свою душу в руки Божии, поэтому, собственно, иконы не надписываются. А потом мы начинаем работать над образом. Сначала работаем над собой, потом над образом. Чтобы создать образ, ну, например, если нам нужно написать какого-то святого, как его написать? Надо познакомиться с этим святым. То есть мы находим его жизнеописание, житие, читаем это житие, изучаем, смотрим какие-то другие изображения этого святого, иконы. Иконы – это, собственно, лицевые иконописные подлинники, то есть как писали другие иконописцы этого святого. Бывают также толковые подлинники, где есть описание то, как правильно писать этого святого, какие делать надписи на свитках, на именованиях. И вот опираясь на этот материал, мы создаем иконографию. Также мы опираемся на ту традицию, которая существует, потому что те или иные святые пишутся определенным образом. Вот одежда святых говорит о том подвиге, который святой совершил, живя на земле, либо это мученические одежды, тогда красный цвет присутствует на иконе, или красный плащ, или красный фон, либо это преподобные, значит, тогда одежды преподобнические, монашеские, значит, одежды, ну и так далее. Икона – это такая же проповедь, как проповедь священника в храме, только это проповедь в красках. И для нас вот соблюдение канона – это донести вот это учение божественное неискаженным. Или рассказ об этом святом сделать таким, как вот он есть, как нас учит православная церковь, а не внести какие-то свои там домыслы. Мы работаем над иконой в древней технике, и поэтому мы используем те же материалы, что, собственно, и использовались при временах, когда жил преподобный Андрей Рублев, или Феофан Грек, или Дионисий. Ну, это могут быть камни, различные минералы, малахит, лазурит, киноварь, гемоатит и другие камни. Эти камни сначала измельчаются в ступке, в керамической, а затем перетираются на стекле курантом. И получается мельчайшая фракция, которую мы смешиваем с яичным желтком. Мы делаем яичную эмульсию. Это яичный желток с добавлением уксуса и воды. Это очень крепкая основа для создания красок. Называются такие краски яичная темпера. Ими работали мастера много лет назад. Мы знаем, что иконы хранились в разных условиях. Несмотря на такие вот, как сказать, тяжелую такую судьбу, икона все-таки сохранилась. То есть очень долговечная техника, очень прочная. Икона – это, конечно, православная традиция. Хотя наши православные иконы очень любят и католики, и баптисты. Потому что икона имеет божественный смысл и отражает божественную сущность. Она максимально передает божественные откровения. И вот образ святого можно написать таким образом, что видна его святость, свечение исходит из лика. Используется на иконе золото. Кстати, в художественных произведениях золото редко используется. Золото, потому что на иконе показывает божественный невещественный свет. Работа над иконой – это очень сложная работа, и работа длительная. И на создание иконы уходит несколько месяцев, в зависимости от сложности. То есть даже на изготовление доски уходит полтора месяца. Это связано с тем, что делается вот это покрытие «Левказ» тончайшее, которое надо и отшкурить. Это многослойное покрытие, которое тоже и сохнет. Сначала приклеивается павлока. Это такая из холщовой ткани делается слой внизу для большей сохранности. Ну, конечно, длительная техника, она требует времени. И поэтому так вот, что сел и написал икону с одного какого-то, как сказать, внутреннего движения, души, ну, так не получится. Это все-таки такой долгий путь, которому надо идти так же постепенно. На Руси иконы были в каждом доме. На любой ярмарке можно было купить иконы на любой вкус и кошелек. Богатые граждане заказывали себе иконы в мастерских. Отправляясь в дорогу на богомолье, с собой обязательно брали святые образа в виде складывающихся иконок. Складень, а именно так называется складная икона, мог быть нагрудным, вешаться на шею, или поставным, то есть ставиться на видное место перед службой. Современная жизнь очень активно находит отражение в иконе. Очень активно. Дело в том, что наша современная жизнь, сейчас канонизировано очень много новых святых. Это святые новомученики, пострадавшие в годы революции, в годы сталинских репрессий. И вот этих святых приходится новые иконографии создавать, опираясь на их жизнеописание, на фотографии, на сохранившиеся материалы. А как же? Нужно над этим работать. При этом нужно как бы соблюсти древнюю традицию. Возникает ряд вопросов. Ну, например, святых воинов. Вот как писать? Раньше их всегда писали в кольчугах. А вот святой Федор Ушаков, например, ну, будет странно, если мы его в кольчуге напишем, да? Поэтому уже появляются какие-то другие одежды. Святой должен быть узнаваемый. Иконы – это живая традиция. К тому же очень замечательная традиция сейчас возродилась мерных икон. Это иконы в размер новорожденных детей. Стали заказывать, вот, писать иконы на досочках, вот, размером с новорожденных детей. Это также дает возможность создания новых иконографий. Потому что часто бывает, что это не один святой пишется на такой досочке, а два святых. Второй святой – тот, кто празднуется в день, когда родился ребенок. А так это и заименитый святой, святой покоритель по имени. Иногда ребенок родился, а праздновался какой-то праздник православный или икона Богородицы. Можно и это написать. То есть можно очень интересную иконографию создавать. Ну, вот здесь вот у нас мерные иконы, представленные с одним святым. Это святой покоритель по имени. Ну, вот это обычное изображение. А это святой пророк Илья, покоритель нашей мастерской. Поэтому это наш любимый образ. И мы такую икону писали для храма святого пророка Ильи в Ильинское, где по праздникам служит старец Ильей, который сейчас окормляет нашего святейшего патриарха Кирилла. Ну, там была большая икона, а здесь вот мы себе сделали список с той иконой поменьше. Моя мастерская существует много лет. Что могу сказать? Сначала моя мастерская состояла из одного человека, это из меня. И работала я просто как индивидуальный мастер у себя дома. Были какие-то единичные отдельные заказы, как и от частных лиц, так и для храмов. Начиналось это все еще при советской власти. Но со временем и мастерство мое усовершенствовалось, и больше становилось заказов, и больше становилось мастеров. И сейчас уже я являюсь мастером-ремесленником города Москвы в палате ремесленной. Работаю я уже теперь не одна, а работаю с целым рядом мастеров. Ну, я являюсь ведущим мастером, то есть я работаю над иконографией, составляю рисунок, составляю композицию, как эта икона будет выглядеть. И уже мастер начинает писать, ну, вот какой-то основной колорит, может быть, что-то поменять где-то. У нас мастерская состоит из нескольких мастеров, и каждый ответственен за свою работу. То есть позолотчик делает позолоту. Мастер, который пишет надписи, надписывает надписи. Но как бы мы решаем, как будет надписана икона, где эту надпись расположить, это я показываю. И в результате, благодаря усилиям целого коллектива, мы создаем эти прекрасные иконы. И благодаря тому, что работает не один человек, а коллектив, удается вот очень высочайшую технику письма поддержать и сделать оригинальные, интересные иконы. Очень часто у нас заказывают сейчас венчальные иконы. Также мы заранее пишем венчальные иконы, потому что не все люди знают, как длительно работа над созданием иконы. Ну, это же прекрасно, когда во время венчания не типографская иконка, такая однодневная, которая со временем может выцвести, но люди все равно ее хранят годами, во всех поездках везде с собой берут, а настоящий писный образ, который останется детям, внукам. И таинство венчания совершается в храме, и присутствует икона, образ, которого священник благословляет, мужчину благословляет образом Спасителя, женщину благословляет образом Богородицы. Часто это бывает Казанская икона Пресвятой Богородицы или другой, может быть, образ. Бывает Феодоровская, покровитель детей, семейной жизни. И вот эти вот иконы все время с людьми, то есть они связаны и с таинством венчания, и в любую минуту, и в трудную, и в радостную можно обратиться к иконе. И она мысленно и невидимым образом соединит с тем моментом, когда молодые люди стояли в храме и давали обет супружеской жизни друг другу. Это очень важно, то есть это такая поддержка от Господа. Икона показывает вечный божественный мир, поэтому ее основа должна быть прочной и долговечной. Изображения, сделанные на хрупком и быстро портящемся материале, не каноничны. Хорошие основы для икон – доски, сделанные из липы. При работе используется клей только животного происхождения. Также и краски делают в основном из натуральных материалов. Часто пишутся семейные иконы. Семейные иконы пишутся и к событиям, и без всяких событий. То есть на венчание может быть и венчальная пора. Кто-то может подарить уже и семейную икону, на которой будет двое святых. Святые покровители мужа и жены. А вообще на семейной иконе может быть множество святых. То есть это могут быть святые покровители мужа, жены, их детей, их родителей, даже ушедших из жизни родителей. И получается такой соборный образ. То есть он собирает целое семейство, целый род, объединяет. И когда остается такая икона детям, внукам, в молитве перед Господом соединяются и святые, написанные на образе, и вот люди, стоящие перед иконой и молящиеся. И вот это удивительная традиция. Такая икона может быть сложной. На ней может быть написан и доисусный чин, как в храме. И получается икона домашний иконостас. Вот у нас есть интересная икона, сейчас написанная для доктора. И там и деисус, и семейные покровители, святые покровители семьи этого человека. И две иконы Богородицы, почитаемые в его семье. Это казанская икона и икона всецарица, поскольку доктор вот лечит онкологию. Приход иконы в дом – это все равно, что приход человека в храм, потому что следующий шаг – это шаг в храм, где мы эту икону освящаем, где священник дает духовное наставление этим людям. К нам пришли, например, молодые люди заказывать венчальные иконы. Оказалось, что они познакомились в паломнической поездке. И для них была создана специальная венчальная пара по их просьбе, где был написан «Спас Синайский» и «Пресвятая Богородица Вифлеемская» икона. Дело в том, что это редкие иконы, но они были вот именно в этой паломнической поездке, эти образы. И они как бы свидетельствовали о знакомстве вот этих людей. И я надеюсь, что их счастливый брак совместный будет вот многие лета. Также для семейной жизни очень хороший образ Пресвятая Богородица – неувидаемый цвет. Богородица изображена цветами, то есть это райские цветы, это души молодых, соединенные в браке, в молитве. И вот они также расцветают, также радуются божественной благодати. А Матерь Божия в руках имеет скипетр, которым дает духовное наставление, благословление на эту семейную радостную жизнь. Дом – это малая церковь. И поэтому каждый верующий хочет иметь дома домашний иконостас. Это икона Спасителя, которому предстоит Богородица Претеча. А так на Руси всегда любили Николая Чудотворца. Называли его Никола. И даже, знаете, я слышала, старушка одна говорит «Святая Троица». Это Николай Чудотворец, Матерь Божия и Иоанн Претеча. То есть вот у людей даже нет представления, что это по-другому. В православной церкви существуют определенные условия канонизации. Безукоризненное православие, совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру, даже до крови, и проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес. В русской церкви первыми были прославлены святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб. Процесс канонизации в истории России был неравномерен. Так от Петра I до Александра III было канонизировано всего несколько святых. При Николае II плику святых было причислено шесть угодников божьих. Среди них большим торжеством стало прославление Серафима Саровского. Хочется поучаствовать в прославлении святых, которых сейчас канонизировали, писать новомучеников. Еще очень хочется написать икону царственных мучеников. Я уже писала такую икону. Но я хочу написать образ царственных мучеников, на полях которых написать не как святых, а как людей, то есть без нимбов, но предстоящих рядышком святых, кто был с царской семьей до последних дней святых слуг. Ну, будущее иконописи, я думаю, очень замечательное, потому что кроме нашей иконописной школы, я занимаюсь с учениками давно, и было впечатление, что только в лавре есть отца Луки Головкова, школа иконописная. Замечательно, очень прекрасно, что огромное количество различных курсов и школ. Почему? Потому что появилась, наконец, конкуренция. Если раньше новописная икона, а, настоящая, это икона, вот она на доске, все, больше для того, чтобы это была икона, иконой, ничего как бы и не нужно было. Уже то, что человек знает древнюю технику, казалось таким огромным откровением. А сейчас уже все познается в сравнении. А кто как пишет? Я считаю, что сейчас мы переходим на принципиально новый уровень. Почему? Потому что стали восстанавливаться храмы, и везде-везде требовались иконы. И вот эти вот иконы, которые просто, ну, иконы, уже все, иконы раз на доске, да, вот они, эти храмы заполнили. И среди вот этих икон действительно такие хорошего письма, чтобы были, их не так и много. Хотя иконописцы старались, я ничего не хочу про них сказать, но просто, может быть, не хватало мастерства. И создавались такие иконостасы, и храмы заполнялись такими иконами. И даже было такое мнение, один священник мне говорил, а зачем нужны эти писанные иконы? Вот зачем они нужны, когда я могу сделать репродукции с древних икон, с рублевских икон? Сейчас вот прекрасное качество печати, и я буду знать, что это каноничный хороший образ, там, Троица Рублева. Я его распечатаю и повешу у себя в иконостасе. Отписанное, откуда я знаю, что там за мастер как-то, он писал, и что-то может нравиться, что-то не нравиться. И где-то он был прав, этот священник, потому что, в общем-то, разное, очень-очень разное письмо. Но я хочу сказать, это другой священник сказал, это все, знаете, это времянки. Это вот как храм поставили и написали, и все, вот служба уже пошла. А теперь уже священники очень разбираются, уже смотрят, а как пишут мастера. Их уровень письма, их внутреннее молитвенное состояние, в какой мастерской заказывать. И уже от прежних икон отказываются. Уже стали менять эти одни иконостасы на другие иконостасы. Так что я думаю, что иконопись имеет все возможности совершенствоваться и возрастать духовно. Так же, как и возрастает духовно вся наша страна. Чтобы создать настоящий образ, нужно знать самый главный секрет. Он заключается в том, что мастер, создавая иконы, отрекается от себя и отдает душу Господу, чтобы он через руки художника воплотил свой божественный замысел. Субтитры создавал DimaTorzok